Всем привет! В советское время невероятно стильным и модным личным автотранспортом являлись мопеды, особенно среди юношества. Мотоцикл стоил дорого и требовал гаражного хранения, а мопед, подобно велосипеду, зачастую завозили прямо в квартиру. На вождение мопеда не требовались права, а стоили мопеды СССР от 100 рублей. В 80-е годы каждый мальчишка мечтал иметь собственный мопед. Счастливые обладатели мопедов объединялись в группы, гонялись стаями по городским улицам и проселочным дорогам. Не имевшие своей дельты или верховины помогали владельцам мопеда в ремонте и усовершенствовании модели. Самый пик популярности на мопедах в СССР произошел в 1985 году. Начало лихих 90-х положило конец массовому увлечению мопедами. Итак, мопеды советского времени. Моторизированный велосипед B901 выпускался на Харьковском велосипедном заводе в 50-х годах прошлого века. Велосипед имел раму уменьшенной высоты и усиленную вилку. Колеса имели размер 26 дюймов. Также устанавливался руль с расширенными ручками и багажник с прижимом. Двигатель D4, а вес велосипеда вместе с двигателем 27 килограмм. Мотовелосипед B902 выпускался львовским мотозаводом с 1960 года. Мотовелосипед развивал скорость 35-40 километров в час. На B902 установлена трубчатая сварная рама с двумя верхними трубами. Передняя вилка имеет пружинные амортизаторы и проворачивается влево и вправо на двух радиально-упорных шарикоподшипниках. Жесткость пружин амортизаторов настраивается навинчиванием и вывинчиванием гайки амортизатора. Жесткая подвеска заднего колеса, мотор D4 мощностью в одну лошадиную силу. В 1963 году завод освоил новую модель MB042, которая несла название мото-велосипеда, но фактически была уже мопедом. Специально штампованная рама, телескопическая передняя вилка, задняя подвеска на центральной пружине. Более поздние модели, по некоторым данным, выпускались двумя амортизаторами. Выпускались эти мопеды под 1965 год. MB042 «Львовянка» – это одноцилиндровый двухтактный двигатель с рабочим объемом 45 см3. Максимальная мощность – 1,2 л.с., масса мопеда – 30 кг, а максимальная скорость – 40 км в час. Предприятие «Саркана Звайгзне» было организовано в Риге в 1940 году. На базе национализированной велосипедной фабрики города Эренпрейса. В 1958 году на нем были собраны первые опытные образцы мопеда «Спредитис» с 60-кубовым мотором, прототипом для которого послужила одна из моделей фирмы «Пух». Модель «Спредитис» в серию не вошла, но приобретенный опыт позволил создать более удачную конструкцию, получившую название «Рига-1». За основу был взят один из мопедов марки «Зимзон», но вместо короткорычажной передней вилки была сделана телескопическая, а в задней подвеске вместо резиновых упругих элементов использовались пружины. Изначально машина оснащалась 50-кубовым блок-мотором «Ява». Позже производство аналогичного силового агрегата 50 кубических сантиметров в полторы лошадиные силы было освоено на заводе «Вайрас» в литовском городе Шуаляй. Параллельно с 1959 года началось оснащение велосипедов «Рига-16» моторчиком «Д-4» 45 кубических сантиметров, которые выдавали 1,2 лошадиных силы. Оснащение происходило на ленинградском заводе «Красный Октябрь». Это было временное решение. Уже в 1961 году покупателям был предложен легкий мопед «Рига-2 Гауя» с тем же мотором, специально разработанной трубчатой рамой и подпружиненной передней вилкой. С этого момента на заводе параллельно строились два семейства мопедов, условно делившиеся на тяжелое и легкое, с моторами шауляйского и ленинградского завода соответственно. В 1970-м завод представил новую модель «Рига-4» с двигателем объемом 49,9 кубических сантиметров и мощностью аж целых 2 лошадиные силы. Данный мотор не требовал наличия прав. Из новшеств появился высоковольтный трансформатор, щитки для колес, изменился багажник, поменялась конструкция цепи, шестерни, коробки передач, а привод спидометра протянули от двигателя. Но главное, впервые на мопеде вместо 19-дюймовых колес были установлены 16-дюймовые. Наверное, поэтому «Рига-4» уже не смотрелся так по-советски. С 1966 по 1971 год выпускался преемник Гауи «Рига-5». По конструкции он довольно сильно отличался от предшественника. Например, для амортизации переднего колеса в «Рига-5» применялась не телескопическая вилка, а сжимающиеся пружины, позволяющие вилке изгибаться вперед. Изменился дизайн. Передач не было, двигатель «Д-5» запускался от вращения педалей. Несмотря на простоту управления, динамика мопеда значительно ухудшилась. Раму укрепили, так как прошлые модели грешили ломающимися рамами. В 1971 году на смену «Рига-5» пришел «Рига-7». После мопеда «Рига-7» на свет вышел новый «Рига-11» – стильный односкоростной мопед с мощными колесами. Двигатель «Д-6» сохранили. Но модель оказалась достаточно тяжелой, а рама недостаточно прочной. К тому же, оригинальный бак, размещенный под багажником, на практике доставлял немало хлопот при движении в гору. Особенно, когда там оставалось мало топлива. «Рига-12» производился с 1974 по 1979 год. Он оснащался шауляйским двигателем «Ша-57» и имел велосипедные педали, с помощью которых можно было помочь двигателю при движении в гору. Модель отличалась наличием бумажного воздушного фильтра, вмонтированного в раму. Выпускался с разными вариантами крепления и форм топливного бака. С катушкой зажигания сверху рамы под баком, с катушкой зажигания снизу рамы под баком. Визуально он был похож на «Ригу-16», но отличался коротким седлом и меньшим багажником. На смену легкому мопеду «Рига-11» пришел наиболее удачный мопед того времени «Рига-13». Он производился с 1983 года и оснащался двигателем мощностью 1,3 л.с., который разгонял мопед до 40 км в час. Ранние модели оснащались двигателем D8D8, а позже начали ставить двигатели D8E, D8M. Его отличительной чертой является хороший свет и установленный высоковольтный трансформатор, который устранил частые проблемы с катушкой зажигания. «Рига-13» стал самым массовым мопедом завода и производился до 1998 года. В 1977 году в производство запущена двухскоростная модель «Рига-16». У мопеда был глушитель мотоциклетного типа, кикстартер, рычаг заднего тормоза, задний фонарь, оригинальная окраска и новый руль. Впервые модели оснащались шауляйским двигателем «Ша-57», а более поздние версии получили самый удачный двигатель – «Ша-58». Фактически «Рига-16» – это первый «мокик» в СССР. До этого были мопеды с педалями. При собственном весе 45 кг этот мопед мог перевозить до 115 кг груза. В 1981 году завод приступил к выпуску мопеда «Рига-22», который был в модернизации модели «Рига-16» и оснащался двигателем «Ша-62». Двигатель кардинально отличался от своих предшественников. В частности, он имел мощное электронное бесконтактное зажигание. Направление вращения коленвала пришлось поменять из-за другой коробки передач. Но такую хорошую конструкцию подвело качество. Поэтому в 1984 году всю систему модернизировали, и двигатель, развивающий 1,8 л.с., стал называться «Ша-62М». Одновременно с этим изменилась конструкция глушителя. Но коробка передач по-прежнему оставалась слабым звеном мопеда «Рига-22». В 1982 году завод представил очень необычный мопед «Рига-26» или «Мини-РМЗ-2-126». Он стал самым компактным за всю историю завода и легко помещался не только на балконе, но и в багажнике любого советского автомобиля с кузовом «Универсал». Вот только весил он 50 кг. «Рига-26» отличался маленькими пухлыми колесами, как у мотороллеров. А руль и сидение могли опускаться, делая мопед еще более компактным. Двигатель «Ша-62», «Б-50» или «Б-501». Все шавляйского завода. В середине 80-х на рынке наблюдалось перепроизводство мопедов, поэтому завод решил сконцентрироваться на новых моделях «Мокиков». В 1986 году была представлена совершенно новая разработка «Мокик Дельта» RMZ 2.124. Оригинальная рама и удачный двигатель были ключевыми элементами успеха этой модели. «Дельта» получила двухскоростной двигатель «Б-50» шавляйского завода, на котором были учтены многие недостатки предыдущих моделей. А ножное переключение передач двигателя «Б-501» вообще вызывало восхищение у байкеров. Небольшими партиями выпускались «Дельты» с литыми колесами и трехскоростными двигателями польского производства. Вслед за «Дельтой» рийский завод показал «Мокик Стелла». На него установили двигатель М225 от мопеда «Бабетта». После развала СССР на «Стелле» кроме двигателей от «Бабетта» стали устанавливать двигатели от польского «Мокика» «Дезамет», а также двигатели французских «Пежо». Львовские мопеды МБ-044, МП-043. У моделей много общих узлов и деталей, и различаются они главным образом конструкции двигателя и электрооборудованием. Легкий мопед МБ-044 имеет двигатель D5 рабочим объемом 45 кубических сантиметров и мощностью 1,2 лошадиных силы, а также систему зажигания от «Магнето». На мопеде МП-043 устанавливается более мощный двигатель Ша-51 рабочим объемом 50 кубических сантиметров и мощностью 2 лошадиные силы. Он имеет двухступенчатую коробку передач и систему зажигания от маховичного «Магдино». Максимальная скорость МП-043 – 50 км в час, а расход топлива 2 литра на 100 км в пути. Сухой вес мопеда – 48 кг. Мопеды МП-045, МП-046. Цельносварной герметичный топливный бак емкостью 6,6 литров, обеспечивает запас хода свыше 300 км. Рама на новых мопедах значительно усилена, на обеих мопедах улучшено охлаждение двигателя. Щитки новой формы полностью открывают цилиндры и головки. Мопед МП-048 или Верховина 3. Годы производства – 1970-1973. Наибольшая его скорость – 50 км в час. Сухой вес – 51 кг. Наибольшая нагрузка, включая водителя – 100 кг. Топливный бак на 5 литров, а средний расход топлива – 2,2 литра на 100 км в пути. Мотовелосипед 16B1. Производился с 1963 года. Производился он на Пензенском велосипедном заводе имени Фрунзе. Мотовелосипед может развивать скорость до 40 км в час, а расход топлива на 100 км в пути при скорости 25 км в час – всего лишь 1,5 литра. Вес мото-велосипеда – 34 кг. Легкий мопед МБ-18, 1972 год. От предыдущей модели он отличается большой надежностью и измененным передаточным числом педального привода. Двигатель установлен D6. Бензобак увеличен до 5 литров в объеме, а вес – 34 кг. И завершает список мопедов СССР – мопеды заката СССР с названием Карпаты. Мопед Карпаты выпускался на Львовском мотозаводе. Ранее завод специализировался на выпуске прицепов, но в 1958 было принято решение освоить новое направление – производство мопедов. Вначале была выпущена серия моделей мопедов Верховина, которая оказала существенное влияние на отчественную мототехнику того времени. С весны 1981 года завод стал выпускать модель Карпаты-1, а в 1986 ее сменила модифицированная модель Карпаты-2. Мопеды Карпаты-2 и Дельта Рижского мотозавода были с аналогичными по конструкции моторами объемом 49,8 куб. см. Максимальная их мощность была 2 л.с. или 1,5 кВт. Максимальную скорость, которую развивали эти мопеды, была 55 км в час, а примерный расход топлива – 2,2 литра на 100 км в пути. Выпускали следующие модели Карпат – Карпаты-2, Карпаты-2 Люкс, Карпаты-2 Спорт. На модель Карпаты-2 Люкс дополнительно устанавливали указатель поворота и усиленный багажник, рассчитанный на вес 15 кг. А модели Карпаты-2 Спорт придали спортивный облик – выхлопная труба верхнего расположения с установленным на ней защитным кожухом. Руль с дополнительной перемычкой, как у спортивных мотоциклов, изменена форма заднего багажника и крепление переднего крыла. Между задним фонарем и сиденьем была установлена ручка «Бугель» для удобства переноски мопеда. Мопеды окрашивались в красный, оранжевый, зеленый, вишневый и бежевые цвета. В 21 веке мопеды Карпаты демонстрируются в музеях советских ретроавтомобилей и в частных коллекциях. На этом все. С вами были Интересные Факты. Тут повернешь, а вот тут крутанешь, а вот тут педаль нажмешь, и все пойдет как по маслу. На, давай, жми педаль!